В Краевом центре в пятницу вынесен приговор дальневосточнику, который собирался стать полевым врачом у террористов в Сирии. Под следствие попал житель Декастре, медик с 26-летним стажем и соответствующим еще советским образованием. С 2009 года он работал в районной больнице реаниматологом. Выходец из Таджикистана 1966 года рождения, переехавшись с семьей на Дальний Восток более 10 лет назад, исповедовал ислам. После туристической поездки в ближневосточную страну врач изменился. Он отпустил бороду на мусульманский манер, стал более ревностно относиться к вопросам веры. Похоже, он попал под воздействие радикалов. Смотреть запрещенные видеоролики в интернете и посещать джихадские сайты, судя по трафику, мужчина начал в 2015 году. Это совпало по времени с распадом семьи. Супруга врача уехала на родину, забрав с собой детей. Их у мужчины пятеро, и два еще несовершеннолетние. Интересуясь делами радикально настроенных исламистов, он подумал, что мог бы пригодиться в качестве полевого медика. Во время следствия мужчина говорил, что полностью осознавал крамольность этих намерений. И тем не менее, доктор решился. В июле 2016-го он купил авиабилеты в Турцию, откуда рассчитывал попасть к сирийским боевикам. До пункта назначения добраться он не смог, поскольку его задержали сотрудники ФСБ. Поэтому и судили его за покушение на участие в террористической организации. Свою вину мужчина признал и сотрудничал со следствием. Приговор – пять лет колонии строгого режима. Это не слишком суровое наказание. Преступление было совершено после внесения законодательных поправок, известных под названием «пакета Яровой». Они ужесточили ответственность за участие в террористических организациях, и максимальный срок заключения увеличился с 10 до 20 лет колонии. Штрафовать осужденного не стали в связи с тяжелым материальным положением его уехавшей семьи. С места происшествия Виталина Кондрахина и Юрий Золотарев.